Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге пророка Божия Иезекииля. Иезекииль наряду с такими пророками, как Исаия, Иеремия и Даниил, называется большим пророком. Двенадцать других пророческих книг Библии называются малые пророки. Итак, что мы имеем во второй главе? Во-первых, здесь всего десять стихов. Первый раздел. «Иезекиилю поручается идти в качестве пророка к находящемуся в Вавилонском пленении дому Израилеву и время от времени передавать ему сообщение от Бога». Об этом с первого по пятый стих. Далее. «Пророку сказано, чтобы он не боялся народа». Об этом шестой стих. И третье. «Он получает наставление, что говорить народу, и в его уста влагаются слова, символические, переданные, в видении, освитки, которые ему велено съесть, и который, как мы увидим в следующей главе, он действительно съел». Так, это с седьмого по десятый стих. Итак, первый раздел с первого по пятый стих второй главы книги пророка «Иезекиилю поручается идти в качестве пророка к находящемуся в Вавилонском пленении дому Израилеву и время от времени передавать ему сообщение от Бога». Вот так этот первый раздел оценивают экзегеты. И мы читаем первый стих. «Такое было видение, подобие славы Господней. Увидев это, я пал на лице свое и услышал глаз глаголющего, и он сказал мне, «Сын человеческий, встань на ноги твои, и я буду говорить с тобой». Итак, Бог называется в Библии словом, он называется в Библии говорящим или глаголющим по-славянски. То есть наш Бог, создав мир, не устранился от управления этим миром. Он собеседует со всем своим творением. Если кому-то покажется несправедливым то, что Бог говорил с пророками, как бы ни говорит с нами, это ошибка. Бог разговаривает с нами через книги пророков и апостолов. Так как мы имеем вернейшее пророческое слово, это книги Библии, давайте об этом никогда не будем забывать. Вот эти слова. Было видение, подобие славы Господней. Подобие – это что-то присокровенное, немножко туманное. Подобие. То есть подобно. И святитель Григорий Двойслов, Папа Римский, пишет, «Но желая видеть внутреннюю славу того же самого Духа, но не имея к тому возможности, он присовокупляет и сие видение подобия славы Господней». Ибо не говорит видение славы, но подобие славы для того, чтобы показать, что какое бы ни было напряжение ума человеческого, хотя бы он обуздал в размышления все фантастические образы телесные, хотя бы удалил от очей сердечных уже всех описанных духов, но все-таки, находясь в смертном теле, не может видеть славы Божией, какова она есть. Но что представляется о ней в уме, то есть подобие, а не сама она? Поэтому-то и тот проповедник, то есть апостол Павел, который был восхищен до третьего неба, говорил, теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло гадательно. Первое Коринфянам, 13 глава, 12 стих. Далее вот эти слова. «Встань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». Здесь у нас уже идет комментарий Иеронима Стридонского. «И сказал мне, сын человеческий, встань на ноги твои, я буду говорить тебе в ульгате блаженного Иеронима с тобою». И Иероним объясняет, «Лежащий не может слушать Слово Божие, но слышит с Моисеем, ты же стань здесь со мною». Это Бог сказал Моисею. Об этом и Даниил говорит, как о случившемся с ним, книга Даниила, 10 глава. «Случай с Моисеем» – это исход 34 глава. Почему для общения с Богом очень важно встать на ноги свои? Общение возможно только между личностью и личностью. Мы не можем общаться с какой-то энергией, мы не можем там как-то взаимодействовать интеллектуально с электричеством или с чем-то еще. И Бог христиан – это Бог, который действует в трех личностях. Это личность Бога Отца – ипостась, это личность Бога Сына – ипостась, и это личность Бога Духа – Святаго – ипостась. Это личностный Бог. Это важно нам помнить и не забывать, потому что, когда мы говорим о любви к Богу, нельзя любить что-то, можно любить кого-то. Это совершенно очевидно. Поэтому взаимодействие между человеком и Богом – это взаимодействие между личностью и личностью, и Бог, когда Он хочет говорить с нами, Он хочет, чтобы мы поднялись перед Ним во весь рост и таким образом как бы приблизились к Нему символически и слушали, что Он будет говорить нам в нас самих. Второй стих. «И когда Он говорил мне, вошел в Меня Дух и поставил Меня на ноги Мои, и Я слышал говорящего Мне». Наш Бог – это Бог говорящий. Как сказано, «И Слово стало плотью и обитало с нами полная благодать и истины». И если Боги языческого Востока – это молчащие существа, да и не существа, нечто что-то больше, чем кто-то, то наш Бог в своем Боговоплощении настолько приближается к нам, что становится, как пишет апостол Павел, подобен нам во всем, кроме греха. «И когда Он говорил мне, вошел в Меня Дух и поставил Меня на ноги Мои, и Я слышал говорящего Мне». Что это за Дух, который укрепляет Его, пророк Иезакеиля, и поставляет Его на ноги? В книге «Второзаконие» 31 глава, 6 стих, сказано «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь». Подобно часто говорит и Христос «Не бойся, не бойся». Эти слова полны ободряющим смыслом. И очень важно избегать вот этот страх пресмыкания. Ведь мы не чужды Богу. Он создал нас по образу и подобию своему. И есть серьезная опасность, когда человек не осознает своего достоинства. Он может проявить неоправданный страх. А в книге «Откровения» Иоанна Богослова, 21 глава, 8 стих, сказано «Боязливых же участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Отсутствие мужественности на самом деле это отсутствие упования на Бога. Как святитель Василий Великий говорил «Кто людей боится, тот Бога не боится, а кто Бога боится, тот никого уже не боится». И далее мы читаем с 3 по 5 стих «И он, то есть Господь, сказал мне «Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня, они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня». Не надо думать, что эти слова относятся только к евреям. Конечно, нет. Тот же апостол Павел пишет в своих посланиях, что все, что было с ними, это в образах написано для нас, достигших последних времен. Поэтому о любой постхристианской цивилизации можно сказать, что это люди непокорные, которые возмутились против Бога, они и отцы их изменники перед ним, даже до сего самого дня». 4 и 5 стих «И эти сыны с огрубелым лицем и жестким сердцем к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них». Почему это очень важно, что там будут они слушать или не будут, чтобы они знали, что был пророк среди них. И вот в этой же книге из Кииля, 33 глава, 8-9 стих, мы находим такие слова. «Когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, это говорит Бог, а ты, то есть пророк, не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Вот это очень серьезное объяснение, которое объясняет вот эти слова, будут ли они слушать или не будут, как в Новом Завете сказано, вовремя или не вовремя, ибо они мятежный дом, но пусть знают, что был пророк среди них. Итак, какое это имеет значение? Никто из них в день суда не смогут сказать, «Боже, мы никогда не слышали Твое слово, Ты никогда не посылал к нам Твоих пророков и Твоих апостолов, мы никогда не слышали священников, проповедников, ибо Евангелие благовествуются, особенно в последнее время, во свидетельство всем народам, и это устраняет возможность извинения для тех, которые и слышали, и видели, и сами ничего не приняли. Далее, шестой стих, пророку сказано, чтобы он не боялся народа. Речь, в общем-то, идет о его народе, но иногда бывает так, что мы начинаем побаиваться своего собственного народа. Я помню, когда я служил в советское время в армии, то я служил сначала в Кемеровской области, Березовск, деревня Федоровка, и там была воинская часть внутренней войска по охране заключенных. Так как я не был комсомольцем, мне оружие не доверяли, командир так и говорил, Стеняев, ты конченый белогвардеец, если тебе дать оружие, ты всех комсомольцев, коммунистов перестреляешь. И я в основном был нахоз о работах. И что интересно, вот в этом первом месте моего служения после учебки там были в основном мусульмане. И они с таким уважением относились к тому, как я молился. И когда я начинал молиться, они призывали всех к тишине и говорили «Стоп, тихо, Олег молится». Я был окружен вниманием и заботой этих людей, пусть Господь воздаст им за их доброту. И когда я спрашивал их, а почему некоторые говорят, что вы плохо относитесь к русским? Они говорили, да мы первый раз видим русского, который молится утром, вечером, который имеет с собой святую книгу, у меня с собой была маленькая Евангелия, я все время прятал его от шмонов, которые верят в Бога, русские, которых мы знаем, они не молятся, они могут за бутылки водки отдать свою девушку нам. И там был момент, когда меня перевели служить в сам город Кемерово, в воинскую часть, и я оказался в окружении одних русских. Одни славянские молодые лица, и мне как-то сначала даже полегчало. Но как только я стал на молитву, меня стали бросаться. Один бросил сапог, другой мыльницу какую-то, они меня окружили, хотели меня избить, сразу стали выяснять, кто я, что я. Там первые слова были. Ты что, баптист? Я говорю, нет, православный, вот у меня крест, давай крест сюда. И вот свои иногда они выглядят как совершенно чужие. И вот пророку Закеилю ему было сказано именно о его людях. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, то есть колючками и шипами, и ты будешь жить у скорпионов, то есть их даже трудно с людьми, сравнить не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный народ. И вот блаженный ироним Стридонский пишет ты же сын человеческий, не бойся их и не страшись слов их, ибо неверующие и разрушители находятся с тобою. здесь дается перевод по семидесяти. И ты, сын человеческий, не бойся и не ужасайся от лица их, ибо они расферепеют и соберутся вокруг против тебя. То есть тут сначала латинский дается перевод, блаженный ироним, он автор латинской библии, а потом по септуагенте. И блаженный ироним пишет хотя они с огрубелой выию, то есть с грубой шеей и неукротимым сердцем, однако мои повеления сильнее, и ты не должен считать себя обманутым, если тебя посылают к тем, которые не слушают говорящего. Вот я это как бы уже речь Бога, предрекаю тебе, что они расферепеют и соберутся против тебя и окружат тебя, не оставляя тебе никакого убежища. Сделают же это потому, что они не веруют и презирают веления Божия, и ты живешь скорпионами, не бойся слов их и не страшись лица их, ибо они дом ожесточающий. Это те, которые могут уязвлять, которые могут поражать желтушной раною и жалом, имеющим вид трубочки, чтобы одно и то же поранение и раскрывало кожу, и разливало яд через трубочки, пускали вот эти стрелы отравленные, это была не только рана, но еще и желтушная рана, то есть воспаление от яда. Каждый получает название сообразно со своими нравственными качествами. Далее, книжникам и фарисеям говорится порождение хидновы, об ироде, который был лукавым, шедшее рците лисицы, Евангелие от Луки 13,32, и лжепророки у этого же самого пророка сравниваются с лисицами, а теперь говорится о скорпионах с неукротимым сердцем. Поэтому и в Евангелии читаем «Вси ялика их прииди прежде мене тати суть», то есть воры и разбойницы, разбойники. Евангелие от Ана 10,8. «Но как погибающие овцы дома Израилева слушали врагов? Через это дается понять, что слушавшие воров и разбойников они утратили название овец и приняли другие названия, чтобы они погибли не как овцы, но как ехидны, лисицы и скорпионы». Конец цитаты. Итак, Отец Церкви наставляет нас, что иногда люди, которые, в общем-то, наши, они ведут себя совсем как не наши. И Христос, посылая своих учеников проповедовать мир, Он говорил, «Как овец среди волков посылаю вас, но благодатью Божией свет и во тьме светит, и тьма не может объять его». Далее пророк Изекииль получает наставление, что говорить народу. И в его уста влагаются слова, символически переданные в виде свитка, который ему велено съесть. Об этом седьмого по десятый стих. И мы читаем седьмой и восьмой. «И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Мы уже выяснили, почему важно говорить и тогда, когда слушают, и тогда, когда не слушают, чтобы не было извинения. И каждый человек все-таки имеет право на шанс. «Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе, не будь упрям, как этот мятежный дом, и открой уста твои и съешь, что я дам тебе». Вот это очень интересный такой образ. Съесть – это означает переварить. Поэтому съесть Слово Божие означает именно через рассуждение переварить его и срастворить в своем внутреннем мире. «Открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И мы читаем Евангелие от Марка, 13-й глава, 10-й, 11-й стих. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой». Иногда действительно христиане православные очень волнуются, а как я там буду говорить с детьми, или там приглашают выступать перед школьниками, а что у меня получится. Задача православного христианина наполнять свой внутренний мир словесами Божьими, переваривать их, если хотите, в своем сознании. А вот эти слова Божьи, они станут тем фундаментом, который поможет нам говорить на любую тему. И блаженный ироним Стридонский пишет, объясняю вот эти слова, открой уста твои и съешь, что я стойным слов моих и прими духовную пищу так, что, как в Евангелии говорится, имея уши, слышите, да слышат. Это отсылка на Евангелие от Луки, 8 глава, 8 стих. Подобным же образом и здесь говорится, кто имеет открытые уста, чтобы есть, пусть есть. Поэтому и псалмопевцу Господь говорит, расширю уста твоя и исполню их. А он отвечает, уста моя отверзох и привлекох дух. Это отсылка к псалму 118-му 131-й стих. И апостол Павел продолжает ироним блаженный, который имел себе сокровище мудрости и знания, и в котором вещал Христос, Господь пишет коринфянам «Уста мои отверзошися к вам коринфяне». Здесь отсылка 2-й коринфянам, 6 глава, 11 стих. «И о спасителе сообщает Матфей отверст уста своя учаше учеников». Евангелие от Матфея 5-2. Конец цитаты блаженного иронима. 9-й и 10-й стих. 2-й главы пророка Иезекииля. «И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». 10-й стих. «И он развернул его передо мною, и вот свиток написан был внутри и снаружи, и написано на нем плач и стон и горе». Не всегда Слово Божие сообщает нам то, что приятно для нас. Иногда Слово Божие как бы выносит нам приговор. Святитель Иоанн Златоуст так объясняет 10-й стих. Почему же Иезекииль получил дар пророчества не посредством подобия огня, но посредством книги, которую надо съесть? Апостолы получают дары посредством огня. О нем об Иезекииле говорится, что Бог дал в уста его свиток книжный, в котором исписано было внутри и снаружи и написано на нем плач и стон и горе. И он съел его, и было в устах его сладко, как мед. Иезекииль 3.3. Но то, что сладко в устах, может оказаться очень горьким в животе. Это другой же образ восприятия этого слова. А об апостолах продолжает Златоуст не так, но явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. Итак, почему там свиток и письмена, а здесь язык и огонь? Потому что тот шел обличать грехи и оплакивать иудейские бедствия, то есть пророк Иезекииль, а эти, то есть апостолы, шли истреблять грехи вселенной. Посему тот получил свиток для пометования о грядущих бедствиях, а эти получили огонь, чтобы попалить и истребить все грехи вселенной. Прекрасные слова, конец цитаты. Итак, сегодня отцы, братья, сестры, мы сделали обзор второй главы книги пророка Иезекииля. Если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы уже по третьей главе этой таинственной и удивительной книги. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых лекциях и берегите себя. Продолжение следует...